Единение на трибунах. Французы и англичане поют Марсельезу перед товарищеским матчем на стадионе Уэмбли. Фанаты обеих команд пришли на матч с французскими флагами и шарфами. Игры проходят в условиях усиленных мер безопасности. Один из парижских терактов в пятницу произошел во время футбольного матча. «Я думаю, мы прочувствовали общую скорбь. Выплеснули наше общее горе. И это то, что нам было нужно». Эхо французской трагедии слышно повсюду, но по-разному. Вот так прошла минута молчания перед товарищеским матчем между Турцией и Грецией в Стамбуле. Болельщики на трибунах турецкой команды начали скандировать «Аллаху Акбар» – «Бог велик». Восточноевропейские лидеры вновь говорят о проблеме исламизации Европы. Жертвами новых заявлений политиков становятся беженцы из стран Ближнего Востока. Власти Польши на следующий день после событий в Париже объявили, что страна закроет двери для мигрантов, игнорируя договоренности и призывы ООН. «Мы понимаем, что страны должны принимать все возможные меры, чтобы защитить своих граждан от терроризма. Но ни в коем случае не стоит оборачиваться против беженцев, которые и сами бегут от жестокости. Я думаю, это неправильно». Подобные заявления не убеждают президента Чехии. Вместо того, чтобы отметить со всей страной годовщину бархатной революции и падения коммунистического режима, Милаш Земан предпочел посетить антиисламский протест, где предложил беженцам отправиться домой, воевать с ИГИЛ. «Большинство этих нелегальных мигрантов – это молодые, сытые люди. И я хочу спросить, почему эти люди не борются за свободу своей страны и против исламского государства?» Эту риторику поддерживают далеко не все европейцы. Чехи выходят на улицы протестовать против заявлений своего президента. Французы возвращаются на террасы кафе и ресторанов. Европа ведет войну с террористами, а не с мусульманами. Катерина Кочкина. Настоящее время.